Оди Леон Мерфи родился в большой фермерской семье, и детство его было не из самых счастливых. Жизнь в сельском Техасе времен Великой депрессии была не сладкой. Брошенная мужем мать девятерых детей пыталась ввести хозяйство одна, но болезни скоро свели ее в могилу. В 1941 году Оди Мерфи, не достигнув еще и 16 лет, остался сиротой. Когда японцы напали на Пёрл-Харбор и США вступили во Вторую мировую войну, он решил стать солдатом. Старшая сестра помогла Оди подделать в документах дату рождения, чтобы он смог записаться в армию. Однако взглянув на щуплого юношу с лицом ребенка, вербовщик отказался принять Мерфи в морскую пехоту. При росте 1,66 м парень весил чуть больше 50 кг. Тогда Мерфи попытался попасть к десантникам у нового рода войск, пока не было такой славной репутации, как у морской пехоты, зато они носили красивые ботинки. Но и здесь его ждала неудача, и Мерфи записался в пехотинцы. Однако командиры, глядя на могучего в кавычках томобранца, старались задвинуть его то на кухню, то на почту, подальше от войны. Но Мерфи упорно рвался на фронт. В феврале 1943 года в составе 3-й пехотной дивизии он попал в Северную Африку, но война в Тунисе закончилась раньше, чем солдаты успели пойти в бой. В сентябре дивизия высадилась в материковой Италии, где коротышка с лицом ребенка наконец по-настоящему понюхал пороху. На передовой было страшно. Иногда, как вспоминал потом Мерфи, страх этот исчезал в слепой ярости, когда он видел, как погибают его друзья. Иногда солдаты были слишком вымотаны, чтобы бояться. Однажды двух американских пехотинцев, отдыхавших в окопе, переехал свой же танк. Они настолько крепко спали, что не услышали даже рева от двигателя. После долгих и изнурительных боев в Италии 3-ю дивизию выбросили на песчаный берег зоны высадки Йеллоу на юге Франции у Сент-Тропе. К этому моменту Мерфи дорос до взводного сержанта. В самом начале 1945 года 3-я дивизия, несмотря на сопротивление немцев, морозы и снег по колено достигла Рейна. 26 января около двух часов дня немцы, шесть танков и порядка двух сотен пехотинцев вышли из леса и атаковали позиции роты Мерфи, где он был единственным оставшимся в живых офицером. Оди приказал своим бойцам отходить, а сам остался на опуске с полевым телефоном, корректируя огонь альтериалии по наступающему противнику. Кроме самоходной установки М-10 рядом не осталось никого из своих. Вскоре и самоходка получила прямое попадание, из нее повалил дым. Экипаж выскочил и отступил к основным силам роты, а немецкая пехота продолжала наступать. Когда до нее осталось порядка сотни метров, Мерфи, расстреляв все патроны из карабина, вскочил на горящую М-10 и открыл огонь из ее крупнокалиберного пулемета. Подвиг худенького парнишки из Техаса был детально восстановлен в голливудском блокбастере 1955 года. Целый час Оди Мерфи сдерживал атаку немцев в одиночку. Германским танкам, оставшимся без поддержки пехоты, пришлось вернуться. В наградном листе по итогам боя говорилось, что Мерфи убил или ранил порядка 50 немецких солдат, не считая накрытых артиллерийским огнем, который он корректировал. На этом война для него не закончилась. Лишь спустя два года постоянных боев, во время которых уроженец Техаса продолжал показывать беспримерную отвагу и перерыва на госпиталь, Оди Мерфи пришлось заново примыкать к мирной жизни. За невероятные подвиги он получил почти все мыслимые и немыслимые награды, включая французский и бельгийский, и титул обладателя самого большого количества боевых орденов и медалей. Самый награжденный солдат в истории США, очень не любил, кстати, когда его так называли, и всегда настаивал, что многие настоящие герои не получили наград, потому что погибли. В 1949 году вышла автобиография Оди Мерфи «В ад и обратно». Примечательно, что в ней он почти не пишет о себе. Книга посвящена погибшим товарищам. В 1955 книга была экранизирована, и вот в этом фильме Оди Мерфи сыграл самого себя, будучи уже почти вдвое старше. «В ад и обратно» стал крупнейшим коммерческим успехом студии Universal на 20 лет вперед, вплоть до «Челюстей» 1975 года. А Мерфи продолжал сниматься во множестве фильмов, обычно жанра вестерн, и даже пробовал свои силы в роли злодея в картине «Нет имени на пуле». Говорят, однажды он утихомирил известного голливудского буяна, пьяного крепыша, просто на него посмотрев. Мерфи не раз предлагали рекламировать алкоголь или сигареты, но он всякий раз отказывался. В 1971 году небольшой самолет с Оди Мерфи на борту врезался в скалу. Знаменитому каратышке из Техаса было тогда 46 лет. Продолжение следует...